Польский историк, киновед, культуролог Лукаш Есина Это история кино и главным образом кино польского, российского, русского и британского Кино, как одно из изящных искусств, претендует на интерпретацию и фиксацию исторического прошлого И этому будет посвящен сегодняшний разговор И вот я, когда сегодня готовился к сегодняшнему вечеру, вспомнил, что несколько лет тому назад в мемориале был своеобразный, ну может быть, пролог сегодняшней лекции А именно в 2012 году была российско-польская школа, то есть полтора десятка ребятишек из Польши и из России здесь собирались Их разделили на несколько групп, на три группы И они готовили такие небольшие сообщения, посвященные исторической памяти и на примере российско-польских исторических сюжетов И вот одна из групп выбрала как раз тему кино, а именно вот такое отражение идеологических штампов на примере российского, советского и польского кинематографа И ребята выбрали такие довольно яркие, мне кажется, удачные примеры Советский фильм, это была одна из серий «Государственной границы», такой советский довольно пропагандистский сериал, посвященный пограничникам и чекистам И там одна из серий, она называлась «Мирные лета 1921 года», действие происходило на российско-польской границе И там диверсанты, остатки белогвардейцев и польские агенты устраивали диверсии А польский фильм, это был на тот момент новый фильм Ежи Гофмана 2011 года, «Варшавская битва» 1920 года Где, ну, тоже достаточно одномерно показывались советские Красные Армии и советские большевики-захватчики Итак, вот пролог был в 2012 году, а сейчас главное блюдо И я передаю микрофон с большим удовольствием Лукашу Есениям, пожалуйста И Анастасии Векшиной, нашей сегодняшней переводчик Если я главное блюдо, то вопросы потом, это будет десерт Хочу поблагодарить общественному мемориалу, но и польскому институту тут в Москве за приглашение И за возможность, чтобы говорить за эту лекцию, но как человек, который всегда поддерживает И будет поддержать польско-российскую дружбу, я не буду говорить по-русски Чтобы вы не подумали, что я один из этих Поляков, о которых писал Федор Михайлович Достоевский Что они с этим плохим ударением говорят по-русски Знаете я по-польски Кино, как говорил Володимир Шлиич-Ленин, подобно, хотя жаден зе знаних ми польских бадачи Дзеј Ленина нигде этого цитату не одналаз, а может то есть правда Володимир Шлиич-Ленин, подобно, как говорила Ленин, так как говорила Ленин, Хотя никто из польских исследователей этого не подтвердил Важнейшим из искус для нас является кино, но кажется, это все-таки сказал Сталин, но не важно Конечно стоит обратиться действительно к кино, чтобы понять не столько историю, может быть, но то, каким образом ее представляют Испуседия 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 Испуседия, что это повесим, мы такой фрагмент, показывающий, как то в pewnем моменте в фильме Ленин в октябре Михаила Рома Испуседия Я даже удивился, что здесь на входе меня встретил плакат Михаила Рома здесь на экране. Но действительно Вторая мировая война это один из таких краеугольных камней, по которому можно судить о связи кино, истории и искусства. Все я вам конечно рассказать не смогу, но жду от вас вопросов и тогда постараюсь на них ответить. В общем, из всех этих трех традиций кинематографии, конечно, польская будет всегда для меня самая важная. И о ней я могу сказать, что за те 40 лет, которым я занимаюсь после войны, действительно война оставалась постоянно главной темой для кино, для киноискусства. И с 1946 по 1989 год о войне было снято 1026 фильмов. Всех. Всего. Всех было снято. А всего было снято. Из 1026 фильмов 868 касались темы войны. Это не только современные, военные фильмы, но еще знаете все репетиции и другие. Первый, первый, первый polский фильм, zrobенный в 1946 roku, был, конечно, фильмом военным. И, конечно, первый фильм, снято после войны в 1946 году, это был военный фильм, фильм о войне. Заказаны песенки, czyli по-российску запрещены ей песни. До р. 1956 в поле в окресе сталиновском старано себя не поднимать контроверсийных тематов, либо поднимывали их в способ, сгодный с овчешне панующим спояржением политическим. До 1956 года в польском кинематографе, конечно, старались не затрагивать таких скользких, двузначных, опасных тем, но если затрагивали, то с точки зрения официальной идеологии. Не порушано тематов, тогда, бывающих тематами табу. Полский, его войска, которое исцняло на захоте, при боку Стану Зъединенных и Великой Британии. И, конечно, нельзя было касаться таких табуированных тем, например, как войско польское существовало, ваше рядом с Англией и США, подполье некоммунистическое и даже лагеря, концлагеря, трудовые лагеря. Последний этап Ванды Якубовской, это был... 49-й год, лауреатка Сталинской премии. Она получила Сталинскую премию, это исключение, конечно. Показали, конечно, союз полской армии с советским. Союзом, например, в фильме «Солдат свободы» Сверчевского, когда героя убивали украинское подполье. Это все его встреча с Лениным и Сталином. Все это, конечно, вымышленные эпизоды. Но этот позорный крызис, фильмы, которые не всегда будили заинтересование, с вычетом «Остатнего этапа», мимо всего, не был такой полный. Втеде удалось полским режиссерам поднять, хотя бы, по разу первый на свете, темат «Hолокаусту», «Заглады Жидов». Но, несмотря на кажущийся кризис польскому кино тогда удалось на самом деле достаточно много тем раскрыть, хотя многие фильмы не пользовались таким большим успехом, как, например, «Последний этап», но уже в 1949 году Ford, самый главный тогда, самый знаменитый на тот момент, польский режиссер, снял фильм «Граничная улица» о «Холокосте». Это было первое в Европе, один из первых, может быть, если не первый, то уж один из первых точно фильмов о «Холокосте». Но важнейшая вещь, которая тогда, в летах 40-х и 50-х, начала в Польске повставать и мяло заовоковать тем, что было также знано, хотя бы, в Звездке Радзецком, в Роси, позже. То, зорганизована, dzięki таким людям, как вспомнений, Ванда Якубовская и Александр Форд, Высша Школа Филмова в Лодзи, которая начала кштауцить молодых, wtedy 20-20-летних людей, былих боjownikов подземья, в заводе режиссера, operatorа. В среду студентов этой школы были люди, которых потом wszyscy будут знать, таци, как Андрей Вайда или Роман Полањский. Ну и одним из, наверное, самых больших достижений тогдашней польской киноиндустрии было создание киношколы в Лодзи. Благодаря стараниям таких режиссеров, как Ванда Якубовская и Александр Форд, удалось создать этот институт, который начал выпускать бывших, действительно борцов, бојцов подполе, хотя бы такие имена, как Вайда и Поланский, конечно, всем известны. Выйд. Весения. Выйд. В. Вильс. Въятель. В. Вельс. Вильс. Вильс. В. Войдух. И это была очень важная разница, что начну уже связать свой выклад с Кинем Радзецким, между Кинем Польским, а Кинем здесь, реализованным в витвёрниях, хотя бы Москва, или Ленинграду, потому что в Польше от Вильш начали, о чем мы сейчас говорим, реализовать молодцы режиссеры в Звезку Радзецком, но очень мощно делали ее также те сами артисти, которые творили фильмы между 1945 и 1956. И тут интересно сравнить ситуацию в Польском и Советском кино на примере Оттипели, потому что как раз это молодое поколение режиссеров, выпускников киношколы в Лодзе начали снимать во время Оттипели, а в советское время в московской или ленинградской киностудии также продолжали творить и люди более старшего поколения. Польска была тоже одним из невелых краев социалистичных, который не только miał własную школу фильмовую, но и также stosунково невелу политических студентов, прошлых режиссеров фильмовых выбрали на студия до Москвы, мимо связков культуральных силных, часто вымушенных в окрасе сталинском. И, что интересно, Польша оказалась одним из первых или даже первой социалистической страной, в которой появилось собственное высшее учебное заведение, посвященное именно кино, и довольно, несмотря на такие, конечно, отчасти вынужденные, отчасти невынужденные контакты и связи культурные с Советским Союзом, довольно мало кто из поисковых режиссеров ехал учиться в Советский Союз. В основном все учились в Польше, ну и тут можно в качестве примера все-таки такого выехавшего студента назвать Ежи Хоффмана, который потом в частности снимал много исторических фильмов, но они не обязательно касались Второй мировой войны. И многие из этих фильмов Хоффмана, конечно, были потом сняты в сотрудничестве с советскими киностудиями. Кино радзецкие в летах 1945-1956 и его ситуация есть, конечно, комплектно не поровнувальна с ситуацией у кина польского. Радзецкие фильмы повсталаły przez целый окрес Второй войны святовой, miały над собой największego приjacielа и врога кина радзецкого, czyli Юсифа Виссарионовича Сталина. Никогда не прерваły своей продукции и также, и это единственное, наверное, подобиество, крючили тогда главные фильмы, рассказывающие о Второй войне святовой, и, конечно, в терминологии российской Великой и Святой войне. Что касается военного и послевоенного периода 1945-1956 год, конечно, ситуации в советском и польском кино сравнивать невозможно. В Советском Союзе киностудии не прекращали свою работу во время всей Второй мировой войны. И в основном, конечно, кино, которое тогда снималось, касалось именно Второй мировой, ну, в советской терминологии Великой Отечественной войны. Треба однако признать, что, если бы не спартие кина советского, не была бы возможна отбудова полского промысла фильмового. Полсцы режиссерцы знани przed войной, которые крючили уже перед Второй войной святовой в полсте, фильмы в большинстве либо згинели, либо zostали по войне на Заходзе. Творцами polskiego кина были ci, którzy претрwali войну в Звязку Радзецком. Хотя бы вспомнил Александр Форд, который працовал в Мосфильме подчас его эвакуации до Азии Сродковой. Что касается польской киноиндустрии, то она, конечно, ее восстановление было бы невозможно, если бы не помощь Советского Союза. Благодаря ней индустрия была возрождена. И то, что в Польше старое поколение режиссеров, которые работало до войны, либо остались на Западе, либо просто уже умерли к тому времени. И в основном работали молодые режиссеры. И те, кому удалось пережить войну где-то вне страны, например, Александр Форд, который работал на Мосфильме во время эвакуации в Средней Азии. Анегдота невелка. Так же, co się rzadко zdarzaло, воинка окупационная, армия червона в Берлине, не завсё делилася так зваными трофейными добрами. Если, тем разом, в выpadку Polski, подзелилася спорой частью дубр, источник в витвурни Уфа, в Бабельсберге, в Почдаме. И что интересно, такой интересный момент, хотя Красная Армия не всегда делилась своими трофеями, но тут как раз это был не тот случай. Все основные мощности кинокомпании Уфа в Бабельсберге, в Почдаме, была передана Лодзинской киностудии, которая была образована в спортзале бывшем. И тут нужно, конечно, этот факт отметить, что практически все камеры из Почдамы переехали в Лодз. Некоторые из этих камер служили polskему премисловию фильмовому через близко 30 лет. Зрештą, подобное было też bardzo często в Мосфильме, Ленфильме, czy mniejszych, radzieckich витвурнях, где часто опирано себя на этом немецком спрэнте еще до лет 70-х. А советский system колору, Sovinkolor, был опarty nawet на немецком systemе АКВА. Так что тут можно сказать, что победа во Второй мировой войне сильно повлияла на качество советского и польского кино, потому что вплоть до 70-х годов и Мосфильм, Ленфильм, и польские киностудии, и более мелкие киностудии в Советском Союзе пользовались немецкими камерами, немецким оборудованием. и Советский колор, система цвета была основана также на немецком АКВА, так что тут нужно это отметить. ПОЗИОМУ АРТЫСТЫЧНЕГО ОБИДВУ КИНЕМАТОГРАФИИ ОБИДВУ КИНЕМАТОГРАФИИ шло на киноиндустрию, было возможно снимать монументальные картины, хотя бы такие, как «Взятие Берлина». А в Польше к такому уровню, в общем, польская и русская индустрия смогли сравниться по каким-то финансовым таким показателям только во время отцепли, 54-56 год, когда начали снимать фильмы о простом человеке во время войны. История маленьких людей. Веду мне и вегу большинство историков кино окрас, который начался в летах, в году 54-55 в Польше, в Роси в 55-м году. И которых symbolами са такие фильмы военные, как «Полский Канау», или «Попио и диамент», «Папио и аумаз». И другие фильмы режиссерированы через Вайдэ, аль и Кавалеровича, Казимиря Куца, и других polskих режиссеров. А з колеи в Роси то десертки wspaniałych фильмов, такие, как «Леца у журавии», «Леца у журавии» на przykład. Может быть узнаны до той поры и фильмы «Куца», «Леца у журавии»… И много, много других. Много, много других. Было то możliwe dzięki zmianам, которые в Польше были трвalsze. В Звязку Радзецком, как wszyscy wieми, неко слабсшее, но тоже дотыкали культуры на много, много лет. Ото ж, дали шансы на то, чтобы оповiedzieć людские истории. Стereотиповые фильмы военные, которые, хотя бы в Звязку Радзецком, полегали на реализации wielu сцен велких битев, на которых «Армия Цервона» масшеровала за вшоду на захід, а в Польше масшеровало на них еще «Войско» полске. Не могли сдобыть серца людей, которые зaledwie 10 лет тому прожили «Велкую войну» и в их памяти остались раны, лечне злые вспомнения, травмы. И так о многих справах не можно было говорить, но в истории, в обычной истории обычных людей можно было позволить на значительно большее оминение цензуры, чем в кино политически оповидающем о Второй войне «Швятовой». И тут, конечно, кино было обязано тем переменам, тому шансу, который позволил начать рассказывать личные, частные, человеческие истории. Эти перемены в Польше были, конечно, немного более устойчивыми, в Советском Союзе не так, но тем не менее, те фильмы, которые такое классическое, монументальное военное кино, которое рассказывало, показывало, да, огромными фрагментами, битвы не могло уже просто, ну, как бы не брало за сердце людей, которые всего лишь 10 лет назад... И которых и бревону, не все. Да, как бы, здесь просто успех, да, такого более личного кино состоял также в том, не только в том, что был шанс рассказать частные истории, но и в том, что в них можно было гораздо лучше и сильнее обойтие цензуры в частных историях, нежели в таких крупных политических полотнах. Ничего не так не странно, что так хорошо реализованы фильмы здобавают тогда мир. Лец журави, Канау, достают награде в Канн. Тих фильмов есть срештой меньше, но в том, zwrócić внимание на огромную разницу в ситуации кина и кина радецкого с корзацией для кина полоскего. Отец в Польше в летах 1956-1962 западала немалее полна свободная творческая, то значит не лечом тематом табу, таких как Катынь, агрессия радецкая в году 1939, таких dotыкающих безпощедно вшеднего союшника, можно было через несколько лет говорить правее о всем. Был то największy окрес свободы в полоском кине до 1989. В Звязку радецком можно было говорить о więksшей ilости тематов, но мимо всего контроля państвовая была достаточно сильна. И успехи этих фильмов свидетельствуют их канские истории «Летят журавли», канал, их призы. Но тут конечно стоит заметить, что положение в польском кино и в советском все-таки отличалось, потому что в 1956-1962 годах польское кино могло свободно говорить практически обо всем, не считая каких-то самых острых тем, связанных именно с Советским Союзом, то есть 1939-м годом, с Катынью, можно было в общем сказать очень о многом, вплоть до 1989-го года это был самый такой свободный период и конечно в Советском Союзе было не так. В Польсце повстал а также повстал а также инный систем продукции фильмовой. Истняли зеспоу фильмовые, твард общества, которые поднимали вселкие декзии отечественные реализации фильму вне от затвердения сценариуса до продукции аж до конца реализации фильму. Цензура появилась только на этапе уже реализованного фильму. А потому фильм коштует очень много денег. Не это литература, не это поезя, которую можно творить на поддасшу зимного дому. Влады пастровы очень поднимали решение о выцелении целых фильмов, задоволеваясь зазвычай изменами. В Звязку Радзецком этап контроли реализации фильмов был obecным значнее мощнее от самого начала до конца этой продукции. Анегдота Андрей Вайда, когда приехал до Звязку Радзецкого в полове лет 60-х, был здививен obecностью людей, которых узнавал за представителей служб фильмовых на плане Андрея Рублова. В Польсце не было можливое учестничество такой контроли подчас реализации самого фильмов. Потом так, но в тракте не. Тут конечно еще была разница в том, когда цензура могла вмешиваться, на каком этапе могла вмешиваться в создание фильма, потому что Вайда, приехав на съемки Андрея Рублева, был поражен тем, что там находились люди, не принимавшие участие в съемках, а в Польше это не практиковалось. Там были созданы такие кинообъединения за спу-фильмовые, которые принимали решения по поводу всего процесса реализации фильма, то есть начиная от сценария и заканчивая в общем-то уже монтажом и так далее. И только после того, как фильм был уже готов, он попадал на цензорский стол, и цензура, поскольку все-таки кинопроизводство было делом очень дорогим, обычно как бы останавливалась просто на каких-то изменениях небольших, может быть, каких-то вырезаний фрагментов, но не более серьезных вмешательств в процесс. Парадоксално najwięcej polskих фильмов zostaло оцензурowanyх не тогда, но в летах 80-х за рожды генерала Йорозелского. Мамы на мысли фильмы историчные. То есть снова zupełnie иная ситуация niż в Звязку Радзецком, где в летах 80-х najwięcej этих давних оцензурowanyх фильмов на экраны входит. Но до этого окраса, до 1963-го году подъjęто właściwie много тематов. Время на ползь экраны в Голокаст, в уголе справы полско-жидовские. Подъjęте są справы dotyczące polskiego подземия. Филь «Попиу и диамент» есть фильмом, который оповиада о подземии волчужем с коммунизмом. Навет позднейшее легкое, как мы говорим в ползе, прикрэцене шрубы, czyli смniejsение можливости мувения нигде уже не допроводзило до заказу мувения о pewnых тематах. И, как ни странно, больше всего цензура запретила и изменила фильмов именно в 80-е годы, позднее во время генерала Ярузельского и касался этого исторических фильмов, а в Советском Союзе наоборот в 80-е годы ситуация перевернулась и можно было практически свободно снимать. Но, несмотря на это, до 1963 года польскому кино удалось затронуть очень много важных тем, таких как Холокост, польское подполье, пепел, алмаз и так далее. В Звязку Радзецком oczywiście ситуация, которую Państwo dobrze знают, также была позднее нееднозначна, но тяжело сказать, что в дебе Брежневовского застою также среzyгновано с поднимания ambитных тематов дорожных запомненене с режиссером Юрия Озирова, творцы так великих и монументальных фильмов, как «Вызволение» или «Асфабашдинье», реализованного также в поле, в копродукции с нашим краем. Польше пропорции были немного измененные фильмы военные были около 30% кино о II войне , были Но и в Брежневской эпохе, несмотря на то, что тоже удалось снять такие важные и личные картины, как «Зорь здесь тихий» Ростовского или «Белорусский вокзал» и так далее, все-таки доминировали такие картины в стиле Озерова, освобождение, а в Польше все-таки 30% составляли монументальные картины, то есть меньшую часть, а большую такие довольно классические и личные. Войнные. Одночасье тоже в обыдву краях, kolejную вещь можно wtedy bardzo mocно поровнать, появлясь в связи с розвоем телевизии, продукция популярна телевизийная, отечественная II wojны святой, которая, что нужно отнотовать, zwлажно, если мы на ивенче отнотованном и организованном через Польский Центр культурное, которого первым директором был Станислав Микулский, была незвыкле популярна в обыдву краях. Полские сериале, такие как «Счители, тенки, сты и собака», «Четыре панцерни и пес», «Ставка, więksшая niż życie» за Станиславом Микулским было oglądane tutaj и отwieczна debата historyков тоczy się над тем, czy kiedykolwiek powstałoby 17 дней весны, gdyby не популярность polskiego serialу о шпигу, который istнил в немецких службах в окресе II wojны światовой. Како Полак, bardzo chciałbym, żeby так было, że jednak nigdy nie byłoby Sztyrlica без Klossa. No i, конечно, tutaj zaczynaется эпоха развития телевидения i telewkładów w historię II wojny. i ogromną popularność, раз уж тут польский культурный центр организует это мероприятие, конечно, нужно вспомнить о том, что первым директором его был Станислав Микульский. И, конечно, такие сериалы, как «Четыре танкиста и собака», «Ставка больше, чем жизнь» и так далее, стали очень популярны, в том числе и в Советском Союзе. И говорят, что, может быть, никогда не было бы 17 мгновений весны, если бы не Hans Kloss, польский шпион в Германии. Ну, хотелось бы на это надеяться, кто знает. В Польше в летах 70-х продукция телевизийная dotycząca фильмов военных зdomиновала зresztą продукцию киновую. В большинстве polskих популярных сери, акурат спора з них часть не тратила до телевизии радzieckей, chociażby dotыczyла tego окресу. Сталося то потом зresztą объектом нарzekания wielu молодых polskих режиссерів. Бо так, как в року 56-м, 7-м и 8-м, так звана Школа Полска будовалася właśnie на розличанию II wojны światовой и полской истории, так, następна generация выбитных polskих режиссерів, младших от 20 лет, от Вайды, чи Куца, чи Кавалеровича, chciaла крэcić фильмы о Польше современной. И творцы, таци, как знани, за певно, милощникам кина, Кристоф Кісловски, чи Агнешка Холанд сильно подвинула киноиндустрию. Этих сериалов было очень много, но не все они, конечно, просто попадали, мало какие из них попадали в Советский Союз. И, конечно, тут даже польские режиссеры, молодое поколение жаловалось на то, что 1956-1957-1958 год это польская школа, которая сделала себе карьеру на военных фильмах. Те, кто был на 20 лет моложе их, Кислёвский, Агнешка Холанд, не хотели снимать о войне, они хотели снимать о современной Польше. Ну и парадоксальным образом Холанд потом сняла несколько очень серьезных военных фильмов. Так что, как видно, по лякам от войны убежать не удается. Но с другой стороны, если посмотрите на рецепции кина советского и кина польского на Западе, потому что это обычно для нас очень важное, в Польше даже важнее чем здесь, потому что, как меньший нецо народ, мы меньше комплексов. Тыми фильмами, которые начали будить заинтересование Западу именно в летах 60-70-х, уже не были наши фильмы военные. Возьмите, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, что за 15 минут буду говорить о кине брытийском, в том числе, что Запад начался гораздо сильнее забирать за робление фильмов о Второй войне в свой способ, в своей narrации и кино военное из Европы Всходной, центральной, из краев социалистичных не будило уже такого интересования, как еще в летах 40-х или 50-х. Если говорить о рецепции польского кино, возможно, для поляков она тут более важна, поскольку мы, как меньший народ, имеем больше комплексов, на Западе в 60-е, 70-е годы как раз невоенные польские фильмы пробуждали интерес, потому что там как раз они сами начали снимать много о войне по-своему, как бы со своей точки зрения, поэтому такого интереса к польским военным фильмам, как в 40-е или 50-е, на Западе уже не было. Если доводом есть на то, хотя бы то, какие фильмы Hollywood номиновал до Oscara и часто они те Oscары отримывали. З Polski то historyчный фильм о 17-е веке не сом какие фильмы были интересны на Западе, достаточно посмотреть на оскаровские номинации. Это, например, «Потоп» Хоффмана, исторический фильм о 17 веке. Это «Дни и ночи» Анчака, это «Война и мир», это «Москва слезам не верит». Я никогда не узнал Дарусу Залы за советский фильм. Это тоже Иоскар. Да, «Дар Саузала» — это тоже «Оскар», но я никогда не признаю его советским фильмом. Потому что Куросава это сделала. Это всегда такая шутка. Тем не менее, понятно по этим номинациям, что если это исторические фильмы, то это все равно фильмы не о Второй мировой войне. И как писала такая знаменитая... Полин Каэль. Полин Каэль, как писала кинокритик, что видно, что мы так сильно... наши восточные коллеги так сильно переживали войну, действительно война там по ним прошла гораздо ощутимее, чем по нам, но эти переживания Запад уже утомили. И это правда. Потому что, когда мы переходим сюда уже до кина брытийского, о котором я хочу сказать, потому что кино брытийское обычно в цении своего великого брата за оценом. Зазвычай не обратно уважаемо на фильмы, которые повстают в Великой Брытии, а часто, даже с уважением на язык, мылуются нам нам с тем, что появляется в Станах Съединенных. А тем временем, это очень интересное кино, имея свое собственное уважение на тематику историческую, а до этого еще вывирают очень большой влияние на то, как это Амерыкане начинают показывать. Ну и тут я хотела бы перейти к сравнению с британским, английским кино, потому что, несмотря на то, что часто даже из-за языка фильмы британские и американские могут путаться, на самом деле это совершенно отдельная киноиндустрия, которая не просто интересно представляет исторические события, но и влияет на то, как будут снимать в США. Великобритания, не треба этого, конечно, никому повторять два разы, мяла zupełnie иную историю в часе войны и по войне, ниж мы, Полцы и мешканицы Боего Звязку Радзецкого. Была краем, который ту войну официально выиграл, фактически преграал, trochę как Польска, но была тоже краем, который по войне утрачил свою позицию imperialную, поэтому, то есть, совершенно не так, чем в Звязку Радзецком, то есть, что не показывать успеха, но вычислять прегранную. И тут Великобритания, конечно, имела совершенно другую, ее история сложила совершенно по-другому, чем в Польше или в СССР, потому что, несмотря на то, что официально она выиграла войну, фактически она ее проиграла и позиции империи были утрачены в результате войны. И ей пришлось не воспевать победу, а как бы сглаживать поражение. И также, мимо браку Сталина или цензуры, можно вырожнить в брытийском кино разные окрасы. Окрасы, когда война интересовала себя более и менее. Окрасы, когда практически фильмы о ней не появляли, и окрасы, когда 90% брытийской продукции фильмовой это были фильмы, показывающие другую войну. И тут, несмотря на то, что в Британии не было, не было цензуры или Сталина, или какой-то идеологии, на самом деле были такие периоды, когда о войне снимали меньше, а были такие периоды, когда до 90%... Да, 90%. До 90% продукции, кинопродукции была именно о войне. И снова мы год 50, 1956, который в Польше есть окресом прелома, в Росе отвилжи, но до года 56, прошу права, в Великой Британии повстает 1-2 фильмы, рочные покажутые другую войну. Брытийцы не хотят о ней память, запоминают о ней. Не ма фильмов не только о войне, но тоже о давных колониях, о Австралии. Су тематы табу. По кое робить фильмы, которые могут поводовать плач, смуток и контроверсия? И, что интересно, здесь тоже таким переломным моментом становится 56 год. До 56 года о войне снимают не больше одного-двух фильмов в год. Нет, не поднимаются ни вопросы о колониях, ни австралийская тема, никаких грустных и печальных, слезливых тем, никаких противоречивых моментов. Зачем расстраивать зрителя? Втеде właśnie Брытийцы робио то, кое мы робимы, з колеи, wiele лет по войне. Замујјся спојснощј, своим краем. А в року 56-м następуют две революкји. По-перше, повстает первый велки брытийский фильм војнный, najbardziej знанный на свеці з тамтего окресу, «Мост на реке Куай». Я не знаю, как это паруски, по-моему, «Мост на реке Куай». Да. Дэвида Лина, велкего, historyчного режесера брытийскего, творца, который, вбрев своим родакам, хотелся завсё займовать историјом и в року 56-м в којцу достој на то пенјдзе. Анегдота од уродзенего в Польсце, а выхованего в Москве, продуцента сама Шпигла. И действительно, в 56-м году наступает, до 56-го года британцы снимали в основном кино о современности, то есть делали то, что с точностью наоборот, то, что у нас стали делать в 80-х, да, то есть как бы забыли, не очень ещё натыкла, ну, 70-х, 80-х, да, когда постарались перестать заниматься войной. В 56-м году в Англии, наоборот, начали ей заниматься. Был создан такой знаменитый фильм «Мост через реку Куай» Дэвида Лина, который всегда мечтал снимать историческое кино и, несмотря ни на что, наконец-то его снял. Тут будет анекдот от родившегося в Польше. Сэма Шпигеля, самым великим кинопродюсером Харикуда. Без евреев из Польши, Украины, Белоруссии, России бы не было никакого-то Голливуда. И киноиндустрии и в Америке, и в России, и в других странах. Это надо знать. Когда у вас был Джигавертов, его брат Борис Кауфман был самым настоящим кинооператором Голливуда. Да здравствует великий город Бялосток, где они родились. Знаете АПА-Польский. Знаю АПА-Польский. Сам Дэвид Лин не сделал уже потом фильмов о II wojне святовой. Робил фильмы очень знанные о других этапах истории. Лорианс Зараби. Фильм, который они любят все люди в бывшем Советском Союзе. Его версия доктора Живаго. Ну, Брытийцы начали robić tych фильмов нagle bardzo dużo. О лотниках брытийских. О битвах, которые się zaczęły тоczyć. До того пришли америкаńskie пенюдзе, которые споводовали, что в летах 60-х едной из важнейших гаэзи продукционных в копродукции американьско-брытийской стали фильмы оповидающие о II wojне святовой. И не имеют Амерыкане права смеять się с этих всех радzieцких kolejных фильмов о битве о Москве, битве о Берлине, битве такой, битве иной, gdyż почти каждая великая альянска битва реализована на Заходзе Европы дочекалася какой-то своей великой продукции. И несмотря на то, что Дэвид Лин уже больше потом не снимал о войне, другие режиссеры стали это делать. Начали появляться фильмы о летчиках, о авиации. Пришли также финансы из Америки, поэтому стало появляться много совместных проектов американо-брытанских о Второмировой войне. И тут американцы не имеют права смеяться на советском кино, потому что все крупные битвы получили также свои монументальные полотна. Та фала фасцинации истории о Второй войне святовой трвала в Великой Британии до менее начала лет 80-х, когда то, конечно, уциента, zostaла одним фильмом. Всесте с нами Давида Атенборроу, реализующего фильмы природничы, но его брат, Ричард Атенборроу, был одним из больших брытийских режиссеров фильмовых. И в году 1982-м сделал фильм биографичный о Махатме Ганди, под титулом Ганди. И как норзем уциал, Брытийцы смнеслили тогда свое зайнтересование Другой войной святовой, приказując je в керунку фильмов о их действие колонialном, о Индиах, о тех разных вещах, которые для Брытийцы были ровно важны, а до различения, с которыми начали właśnie wtedy дошлевать. И здесь интерес к фильмам о Второй мировой войне сохранялся до начала 80-х годов, когда так же резко как началась эта волна оборвалась, была остановлена, сама остановилась. Ричард Атенборро снял фильм «Ганди» о Махатме Ганди, и тогда началась волна фильмов о Индии, о колониях, тема, которая раньше так не поднималась в британском кино и требовала своего как бы воплощения. Атенборро снял. Ричард Атенборро снял, это снова наврёт до истории в Польше. Треба сказать, что Брытийцы не витрвали до конца в этом постановении. Завси повстала какие-то фильмы военные, а в целом последних 10 лет знову можем заообсервовать очень важное интересование Второй войной святой в кино брытийском. Два лета тому наиболее большие суксы относила биография Черчилла с Гарри Молдманем или Дункерка Христофера Нолана. То есть довод того, что это интересование снова есть душе. Хотя как кто-то когда-то жартовал, о самом Черчиллу подобно повстало около 90 фильмов в целом последних 50 лет. Брытания, которая имеет проблемы внутренние, Brexit, снова начинает себя интересовать свою богатерскую прошлощу, бо не ма то, как вспомнение, богатерских дейов, кито ест не најлепей. Ну и действительно все-таки эта тема Индии также подошла к какому-то своему отпуску, перерыву, я не знаю, и 10 лет, последние 10 лет снимается снова очень много фильмов о Второмировой войне, фильм о Черчилле, Дункерк, и говорят, говорят, что всего о Черчилле снято около 90 фильмов, и тут нужно сказать, что, конечно, наверное, в связи с тем, что в Британии сейчас Brexit и другие не самые радостные события, шутка такая, нет ничего лучше, чем вспомнить о своем героическом прошлом. А если вспоминаме о героическом прошлом, надо вернуться в Польшу и в Советский Союз. Полска в летах 80-х проживала огромные проблемы во внешне, от року 80-го, повстание Solidарности, потом стан военный, но овцовало то тем, что власть государственная должна обыдать обыдателям в области в одном аспекте давать в другом. И если мы возвращаемся в Польшу, то можно сказать, что в 80-е годы, когда снова начинается острый такой политический период Solidарность и так далее, кино вынуждено компенсировать потерю такой политической и социальной свободы, то есть оно наоборот становится более полноправным. С одной стороны были это фильмы одважно-обычайные, я доведяем себя вчера, что очень молодые Росиан, которые жили в летах 80-х здесь, кое-какры Ползаке с очень важными, если chodzi о справы сексу, фильмами, хотя бы сексмиссия Ильюша Махулского знана тут как новой и Амазонки. Это была правда, позволяло на больше свободы в этом закресе, потому что общество интересовое свободой обыдательной не всегда борется политически. И тут тоже из разговоров с моим русскими коллегами я понял, что та смелость, которая была позволена в польском кино тогда не везде была такой же, но в частности можно сказать о секс-миссии, например, вообще вопросы секса и какие-то бытовые, такие, ну просто жизненные темы могли раскрываться гораздо ярче. и, ну тут с другой стороны понятно, чем больше люди занимаются сексом, тем меньше им хочется бороться и воевать. Но в Польше, обок этих справ, есть еще очень важная справа, память historyчная. Памятайте, вы знаете, это знали все, для Полаков это важно, это важная сообщественно. И генерал Jaruzelski, который был в правде первым секретарем партии коммунистичной, но был человеком выхованным в доброй, в хорошей, шлacheцкой родине, хорошо вiedzал, что нależy полузовать, позволить на mówение więcej о справах истории. В летах 80-ти знока большинство записов цензорских, дотяческих Второй Войны Штатовой. Если какой-то фильм власти подпадает, не есть через него поперан, а не тратит на пути, это сталинизм в окресе по 1945-м. Но о Второй Войне Штатовой в летах 80-х можно вообще в Польше говорить все под одним условием, чтобы не было то о Звязку Радзецком. Ну и тут генерал Jaruzelski, хотя он был первым секретарем коммунистичной партии, все-таки воспитывался в приличной дворянской семье, происходил из шляхтского рода. И прекрасно знал, что здесь тоже нужно дать людям в историческом смысле какую-то свободу самовыражения. И цензура практически перестала трогать фильмы о Второй мировой войне. Единственным исключением были фильмы, которые затрагивали Сталина и СССР. То есть если мы не говорим о СССР, в принципе о Второй мировой войне можно было говорить практически все, что угодно. Но это означало то одну, очень злую вещь. В летах 80-х poziом фильмов историичных, то такой polский парадокс, когда Полакам все-таки волно говорить, то немного на мне выходит. Не был аж так высоки, как попрzednio, но появляли фильмы выбитные. М.е. по раз третий Полцы берутся до темата Холокасту. Берутся до него уже тем разом в способ открытый. Можно говорить и о немецких збродниах, и о polskем споудзиале, и о том, о тех всех наших жидовских братьях, которые сгинели в часе войны. 3 миллионы Полаков жидовского походения в часе войны гинут. То есть наиважнейшее осягнение, этот диалог полско-жидовский в окресе лет 80-х, если chodzi о кино. Ержи Хоффман реализует такие фильмы Андрей Вайда и невыбитный творец. Корчак, на przykład. Ну и надо сказать, что несмотря на то, что цензура как бы самоустранилась, уровень полских фильмов о войне в это время не самый высокий, возможно, тут какой-то такой парадокс выступает, что чем, если нам что-то позволено, то у нас не выходит это. Как и у вас в 90-х годах. если речь о поляках идет, то несмотря на то, что общий уровень как-то падает, много фильмов удалось снять хороших, например, Ержи Хоффман снимал, это снова поднимается тема Холокоста, свободно говорится о немецких преступлениях, о польском содействии, о немцам, о гибели евреев, около трех миллионов поляков еврейского происхождения погибли во время войны, ну и так, что в 80-е годы такие фильмы, как Корчек, конечно, тоже сказали свое слово. Однако в Звездке Радzieцком лета 80-е сау вг. оцене крытыков захотних, то рожнее бывает тут оценено, в Роси, зважко окрес между 1984-1905 роком а 1992-1993, czyli когда еще mamy советский system продукcyjный, те велкие витворни, деньги на фильмы, но цензура смеется, можно уже pewне тематы podejmовать, если chodzi о тематику historyчную, chyba одним з лепших окрасов. Для polskiego historyка кина zawsze symbolem будет фильм Елема Климова и Ди Сматрия, ale to oczywiście zнову tych filmов jest więcej, dużo więcej. I to jest też pierwszy окрес, о котором mogę mówить z własnego doświadczenia, bo jako wtedy jeszcze dziecko miałem bardzo dobry dostęp do pokazywanych w Polsce wybitных filmов wojenных wtedy realizowanych. Paradoks. Przed rokiem 1989 można było w Polsce oglądać wybitne sowieckie filmy później z powodów czysto ekonomicznych one znikają, więc udało się mi na przykład trafić na moment bardzo w kinie radzieckim wybitny, a jednocześnie zgodny z prawdą, bo jednak tacy twórcy, którzy robili te filmy wcześniej, tacy jak Eisenstein też byli wybitni, ale jednak jakby nie patrzeć, z prawdą nie zawsze mieli do czynienia. No i jeśli говорите o BSSR, to tutaj taki paradokzalnie udaćny naоборот moment получается między 1984 85 i 1993 годami, когда система государственной поддержки i всей industrie jeszcze существu i cenzura już nie действует, создаются великие filmy, takie jak фильм Klimova i djim i smatry, jeden пример их гораздо больше, i тут мой первый такой детский опыт, я попала на тот момент, когда в кинотеатрах еще показывали до 1989 года советские фильмы, потом они исчезли по финансовым причинам, и это было одновременно не только общедоступный, но и очень высокий материал, очень высокого уровня кинопродукции, материал, потому что тогда уже эти фильмы говорили правду, Иезинштейн конечно это тоже великие фильмы, но не факт, что они были настолько же правдивы, насколько фильмы 80-х, 90-х. Ну и пришла волность. У нас в 1988-1909 в кино даже быстрее niż в целом краю. В краях Звязку Радзекского это тоже не только в 1991-м в кино 88-й, 9-й, 90-й это уже окрес волности. Але пришло тоже zupełnie inne podeйствие до фильмов. Прошла экономия, пред которой были премислы фильмовые бронены в краях socjalistyczных и пришло безлитозное решение о том, что нужно делать фильмы о тематах, которые интересуют публичности, а не только самых артистов. И тут наступает свободу. В 1988-1989 год, когда в Польше кино стало свободным быстрее, чем вся остальная страна. в 1988-1990, когда в СССР тоже наступает полная свободу кино, но одновременно в индустрию входит рынок, государство, которое раньше защищало индустрию от рыночной экономики перестает это делать и предпринимаются решения, что мы будем снимать фильмы о том, о чем интересны публики, а не только что хотят делать художники. В Польсце в 90-х в связи с этим очень сильно из кина тематика Второй войны святой. Он конечно есть, это никогда не будет так, что не будет несколько фильмов о этой войне, но это не главный, сам велки мистер Андрей Вайда считает, что нужно делать сейчас фильмы современные, а не фильмы о Второй войне святой. На счастье не каждый Андрей Вайды слушал и повстают в Польсце тогда фильмы, например, отличаются окрес сталинизму, но только по 15-16 летах, когда polskе кино окрепло, когда створили с чего в Польсце моим знанием очень думны. Добрый государственный финансирование фильмов, зараждающий самих фильмовцов. Кино истории начинает wrаться, люди снова интересуются в этой chwili менее половина реализованных в Польсце фильмов и продукции телевизионных это фильмы оповидающие о самой войне в истории нашего края, второй войне святой. И myślę, что нистете еще долго так остается. Потому память о этой войне может знисчить только еще większą войну, а обы никогда такой не было. И 90-е годы были в общем-то невоенным таким периодом в кино. Даже Сталин решает, Вайда. Был такой фильм, кинорежиссор, все знают его в Москве, мастер Кристоф Занусси, он один раз сказал, что Вайда это Сталин польского кино, но я не согласен с мастером Занусси. Ну, гений, но не гений плохого, только гений искусства. даже Вайда переключается на современные темы, снимают фильмы о сталинизме, хорошие картины о теме сталинизма, которая была раньше запрещена. И только спустя 15-16 лет, когда польское кино окрепло и то, чем я считаю, мы имеем право гордиться, была создана хорошо функционирующая система государственной поддержки кинематографии, система, которой управляют собственно кинематографисты. На настоящий момент при всем этом практически половина фильмов, снимающихся в год, получающих государственную поддержку, это фильмы о Второй мировой войне, главной войне в нашей истории. И, конечно, думаю, что эту тему вряд ли что-то быстро победит. Надеюсь, что не более крупная война. И не есть przypadком, тем разом война буди уже заинтересование на Заходзе. Единые два polskие фильмы номинованы до Oscара przez Амерыканов в ciąгу 30-летия неподлегности это фильм о войне. Катинь Андрея Вайды и фильм В темности в Тимнете. Агнешки Холанд о Жидах лвовских укрывающих себя przed Немцами. И тут парадокс Агнешка Холанд, которая всегда борла с подниманием темата Второй войны в своих фильмах, номинации до Oscара достала выручнее за фильмы историчные о Второй войне святовой. То есть то есть что Поляцы имеют немного в крови. И парадоксальным образом Запад наоборот просыпается со своим интересом к polskим фильмам о Второй мировой войне и Катынь и в темноте огнешки Холланд о евреях прячущихся в подполье и затем Ида Павликовского. Конечно это все призы именно за фильмы о Второй мировой войне. Так что даже Холланд, который всеми силами отмахивал от этой темы оказывается номинированный именно за исторические фильмы о Второй мировой войне. Так что тут видно, что у Поляков это все-таки в крови. И наконец о кине росыйском по 1991 historyчном wiecie więcej оде мие. Але есть это первый от 1945 момент, когда это кино практически не знание в Польсце. В нормальной дистрибукции киновой, то muszę сказать с dużым смутком, от р. 90, не таких на festивалах кина росыйского, как спутник, в кинах артыстичных, появилось только 5 росыйских фильмов. Например, «Вадзитель для веры», или «Груз двадцать». То bardzo мало, а то означает что Полцы не знают не только этого артыстичного кина росыйского, а также популярного кина росыйского, также dot. Второй войны святой, которого есть споро, которое повстает не только в Росе, но и в других краях Боего Звязку Радзецкого и которое в Польсце появится только тогда, когда, как говорил «отвирающее споткание», наш, покажевана там версия истории очень отбега от того, что мыслимо о второй войне святой в Польсце. Ну и если говорить о современности, то к сожалению сейчас в польский прокат выходит очень мало русских фильмов. Я не говорю о таких фестивалях как «Спутник», но в такой как бы в кинотеатры в прокат попало всего около пяти русских фильмов за последнее время. Да, это «Водитель для веры», «Груз 200», еще несколько. Этот фильм Мондарчука по Афганистану, я забыл, как, 9-й ротах. Самый популярный русский фильм в Польше через 30 лет. Я не знаю почему. Нам надо русских фильмов. Так что было бы неплохо, чтобы также мы и поняли, какие взгляды сегодня господствуют в наших странах получать больше, смотреть больше русского кино. Знаете, мы теперь ждем 80-й годовщины начала Второй мировой войны. И есть уже политические проблемы между нашими государствами, поэтому кино помогает. историю нормальных людей, жизнь нормальных людей и кино о том помогает, приближает нас друг к другу больше, великие дебаты историков и наших любимых, дорогих, родных политиков. Это для них. еще раз большое спасибо за то, что я мог немножко поговорить. Очень хаотическо, но из сердца про эти три киноиндустрии. Великое спасибо нашей переводчице за тяжкую работу. Спасибо вам и что теперь жду вопросов. блестящая лекция, блестящий интеллект и, конечно же, все... И, конечно же, чувствуется, что вы бесконечно влюблены в тему своих научных исследований. У меня вопрос к вашему сердцу. Назовите по три любимых, ну, ваши проференции в этой громадной бездне российского, польского и британского кино. Три лучших и три худших. Клапы. А, можно еще ваш вопрос? Да. Сейчас понятно, как политическая ситуация, вообще ситуация в странах и в мире влияет на кино. Но остался вопрос, как кино может повлиять на эту ситуацию. Какие-то конкретные примеры, потому что мне это, например, не лично, это очень актуально. Ну, и думаю, не мне одной. Польша это всегда будет мастер Вайда и его первые фильмы. И попел я алмаз. Я никогда не могу узнать, попел алмаз или канал. Это не обменилось через 30 лет. Но в России это всегда кино из 50-х 60-х годов. Почему я говорю о лететь журавлей? Это мой самый любимый советский фильм. По сердцу, по уму, это будет броненосец Потемкин. Не потому, что мой дедушка был одним из этих солдатов, которые на лошаде гоняли, и он никогда этого фильма не любил. Он сказал, что Вайда врел. А Вайда никогда не любил этого фильма. Не любил его доказывать в кинотеатрах весь мир. А я вам так же скажу. Я узнал вчера, что в Советском Союзе самым любимым фильмом, не знаю, это правда или нет, Анджея Вайды был Березняк. Да. И это очень интересный фактор, потому, что он доказывает все разницы между поляками и русскими. В Польше это не был любимый фильм. Лотно тоже. В Советском Союзе смотрели эти фильмы много. Британский фильм, который я люблю, это мост на реке Квай. А мы еще потом поговорим. И ваш вопрос. Три неудачи. А, я хотел так дипломатически не ответить на этот вопрос. Самый неудачи советский фильм, не неудачи по технике, неудачи по искусстве. Этот фильм, о котором я книжку написал, «Освобождение Юрия Узерова». Его телесериал «Солдаты свободы», снят потом, пять лет после освобождения. Это для меня самый настоящий пример пропаганды, как изменить историю, потому что она была политической. Вы знаете, что в «Солдатах свободы» Юрия Узерова сняли часть этого фильма с Эдвардом Герком, который был никаким важным лидером во время Второй мировой войны, но сделали специальную подполную армию в шахте Бельгии, где работал Эдвард Герек, чтобы была часть этого фильма. А главным румынским героем Второй мировой войны в этом фильме был Николай Чаушевску. И он приветствовал советских солдатов в августе 44-го года. в Букарежте. Самым неудачным польским фильмом, я думаю, что этот фильм был здесь, в Советском Союзе в 89-м году, в кинотеатре одном, потому что я читал уже биографию Станислава Микульского, и он написал, что это было. Это специальная миссия, миссия специальная по-Польски. Это польская комедия про Вторую мировую войну, снята Янушем Жешевским, очень хорошим конфликционным режиссером, где все происходит во время Второй мировой войны в Польшу, но наконец UFO прилетает и отбирает это по-вашему. Но и по-моему не было никакого плохого британского фильма. Знаете, англосасы они делают плохие фильмы, это добрые. А что кино может делать? Бывает так, что если кинорежиссер с хорошей позицией, сильный человек, все знают его, все ему благодарят, он может сделать фильм, который все будут смотреть, даже если это неудобно. Самой из важных контроверсийных темов польско-российского отношения есть Катынский расстрел. Если бы этот фильм сделал кто-то другой, не Андрей Вайда, только такой режиссер, которого не знают все люди в искусстве Польши и России, для поляков, многих поляков это был бы нехороший фильм, не сказали русским всего. Для россиян это был бы фильм поляка, который только русофоб и снимает фильм про польские проблемы. А это сделал Андрей Вайда. И Андрей Вайда мог снять все, мог доказать правду. И никто не мог сказать, что его фильм не важный. И в Польше это нравилось всем русофобам, и России, по-моему, всем, которые не совсем любят поляков. И все этот фильм смотрели, и теперь в Польше и в России все знают, но не все, но много людей знают, что это кадр. И это поддержало тоже и польско-российские отношения в этот страшный апрель 2010 года. Это будет грустная годовщина за немножко месяцей. И у меня есть такая мечта, чтобы мы и поляки сделали все, чтобы она произошла хорошо для нас всех. Ричард Атенбороу британский режиссер я сказал, никто не поддержал его фильм про Магадму Ганди. Почему господин Атенбороу, но вы сделали такой хороший фильм о летчиках, битва в Англии, Битка Британии. Почему вы хотите торгать эту индийскую проблему? Все хорошо, 30 лет прошло, все любимся. Почему говорите про то, что мы убивали индейцев и других? Сделал и все изменилось. Начали делать в Великой Британии фильмы про прошлое. У вас если бы не было Климова не было правды про Беларусь, про все деревни, которые сгорели во время Второй мировой войны. По-моему есть такой российский кинорежиссер, который может сделать все. Его отец написал все три текста в государстве Новогимна. А его брат, который очень люблю, Андрей, жил из нашей великой открытии Беатой Тышкевича. Я не скажу его имя, но Никита. И если бы Никита Михауков сделал хороший, правильный фильм про Вторую мировую войну, все бы поддержали это. Никто бы этого не мог сказать. Но Никита Михауков сделал такие фильмы о Второй мировой войне, которые он хотел сделать, которые не совсем хорошие и настоящие фильмы про историю этой страшной мировой войны. Знаете, «Утопленные солнцем» по-моему это один из хороших фильмов Второй мировой войны. Почему было делать эту вторую часть и третью часть? Я хочу еще как поляк сказать. Я знаю, что это написал петербургский, но это не была русская песня, только польская. Режиссер артист это великий человек. Его не можно так торгать как нормального человека. Писатели, режиссеры у них обовязки, чтобы доказывать правду. Но это тоже их выбор, чтобы это делать. Для многих из них деньги важнейше, правда. Но посмотрим, что будет в будущем. Михаил Коватозов. сделал этот фильм «Взятие Берлина». Самый настоящий пропагандовый фильм сталиновского периода. Этот, когда Сталин прилетает на берлинский аэродром и так витает всех, Рокоссовского, Соколовского, но Жукова никогда не смотрят. 50-й год Жукова не было. А 7 лет потом он снял «Летят журавли». Хороший фильм, где было много правды. и самая из красивейших женщин в мире Самой Ува. Но все могут быть другими. Надо ждать. Самый длинный день. Самый длинный день. Это же Агитка получилась. Самый длинный день. Операция Агитка. Вы думаете, говорить про этот американский фильм? Да. Да. Только это была демократическая пропаганда. А демократическая пропаганда дать возможность всем говорить их правду. И там была правда американцев, правда англичан, немецкая правда, которую снял антифашистовский правильный, был такой австриэцкий режиссер Бернард Вики. По-моему, в 90-х годах все хотели делать фильмы в Европе так, как этот фильм, чтобы дать место всем правдам. Но это никогда не работает. Это тоже немножко манипуляция, это тоже правда. Никогда не будет объективных исторических фильмов. А теперь вы. Вы упомянули 17-й весны фильм, да? Известно, что Брежнев посмотрел, проникся, вызвал Андропова, сказал, Штирлица обязательно надо наградить, найти этого человека. В учебниках наших для КГБшников по истории спецслужб сказано, что это был прототипом Штирлица это значит, что немецкого происхождения. Но это не был польский разведчик. Польский, но сначала советский. Польский коммунист. Знаете, много шляхетских, дворянских семей, детей пошло в напрямку коммунизма, потому что чувствовали себя такими. Он делал как сталиновский советский разведчик в Варшаве в 1942-1943 году и потом написал воспоминания. Сидел немножко после войны, как все герои в тюрьме, а до 1956 года написал воспоминания. Их никогда не выдали в Польше как книгу. Но автор сценария Збигнев Safian, отец в будущем польского президента Конституционного Суда, был его другом, одружился с ним, взял немного из этого, взял из истории польских антикоммунистических разведчиков, так поженил все, поженил, поженил, подготовил, подготовил, как все настоящие сценаристы, и сделал это. Клосс сначала это был в Польше, знаете, не знаю, было это или у вас или нет, но знаю, что это было в Польше и в Великой Британии. Театр телевидения, что приносили писы из театров в телевидение ежепонедельник, ежепонедельник. И сначала была первая писа про Клосса, вторая, третья, четвертая, а потом это начался такой шау, как мы в Польше говорим, что все хотели, чтобы сделать Клосса в телевидении. И сделано 18 серий, 18 серий Клосса. Но у меня в семье, чтобы не большую шутку сказать, был великий конфликт. Моя бабушка очень любила Станислава Микульского, но две сестры всегда говорили, что Вячеслав Тихонов это самый настоящий мужчина в мире. Первая из них смотрела его в 49-м году в фильме «Молодая гвардия», где он начал свою великую актерскую карьеру. А когда я был очень маленьким, мне всегда сидели и я смотрел фильм «Белый бим, черный ухо», и у меня в доме был такой большой конфликт. Я бы хотел знать, как это было. Это был началь продукции «Штурлица Писания» в 1968-69 году. Это поддержал Юрий Михайлович Андропов. Это не совсем важный человек. Как бы это смотреть? Штурлиц не был совсем так популярный на Западе, как наш класс. Это мы победили. А знаете, еще одна шутка. Извините за то, что я так по-русски говорю, как говорю. В немецкий ежедневник или еженедельник Der Spiegel сделал целый cover, таблошку по-вашему, в 65-66 году и с классом в немецкой форме. подписали такого его поляки любят. И знаете, это было 21 лет после, годов после Второй мировой войны. Но это был самый популярный телевиденный сериал в немецкой демократической республике. Но они любили Клосса только потому, что это был советский разведчик. Никогда это не по Форме. А Клосс Микульский никогда в Польше не участвовал в авторских встречах в Форме. А много людей хотелось, чтобы он это делал. Потому, что мы боялись немцев. Может, это было проблемой. все знаем, что самые настоящие формы сделал Хугобос и другие немецкие проектеры. Вы очень хорошо на самом деле говорите по-русски. Не надо скромничать. второй вопрос. Я последняя генерация, которая училась русского в школе. Второй вопрос, он не о кино, а все-таки об истории. Вот этот тяжелый период, когда и Польша имела с Гитлером договор, и мы имели с Гитлером договор, и потом мы поделили Польшу пополам, потом Гитлер пошел на нас и так далее. Как сейчас, вы в частности молодой, как поляки это воспринимают, как они это видят со стороны. У нас настолько общество расколото, что многие не могут в это поверить. Не могут, нет, это не мы расстреляли поляков, это немцы сделали и так далее. И особенно эти эпизоды, когда СССР пыталась в Нюрнберге свалить вину на немцев, в надежде, что там не найдут концов. Вот как сейчас ваше поколение или может быть даже более молодой, как они видят эти события непредвзято без пропаганды. Я думаю, что большинство молодых людей в Польше, в России, в Северной нет, в Южной Корее, в Японии, в других странах не интересуются историей. И поэтому лучше не манипулировать, знаете, сказать им все. Можно брать википедию и написать что-нибудь, а люди будут доверять. Это великий проблем для профессиональных историков и тоже задача для кино, чтобы делать добрые и настоящие исторические фильмы. Знаете, в Польше эти люди, которые интересуются историей, хорошо разделяют советское государство и нормальных советских солдатов. Этот проблем, которого не знают хорошо в России, что для поляков большая разница между памятниками и кладбищами, что все кладбище, 2008 кладбище в Польше будут всегда хорошими, будут всегда местами важными для Поляков и за деньги полского государства будут всегда реновированы. Ну, памятники, большинство памятников в Польше это было символом советской власти. Я думаю, что если бы не было советской оккупации после 1945 года, если бы Красная а потом советская армия ушла из Польши, никогда бы не было проблем с этой памятью, потому что бы все поляки памятали только этого советского солдата, который пришел в 1944 или в 1945 году, потому что большинство поляков жила жила в западной части страны, которую оккупировали немцами, а не Советским Союзом. Сибираков людей, которые уехали на восток, это было миллион людей и их память пришла официально до Польши в 1989 году. Поэтому мы так много говорили об этом через последние 30 лет, потому что это было невозможно во время коммунизма. Для некоторых моих российских друзей это было, как бы так сказать, они думали, что мы только о том говорили. А это было только потому, что не было возможно говорить о том политической смены. В Польше есть то, что люди чувствуют великую разницу между началом войны и конец войны. 8 мая, потому что мы в Польше это делаем 8 мая, а не 9 мая, всегда будет место для советской памяти, для Красной Армии, для советских кладбищ в Польшу. Потому что конец войны это союз, это совместное взятие Берлина, это освобождение Польши, но Хитлер хотел уничтожить всех поляков, Сталина никогда всех не хотел уничтожить. Но это надо понять тут в Москве, что сентябрь 39-го года не будет никогда в Польше символом союза. Этот период нашей истории, Советский Союз это союзник Гитлера. Я думаю, что надо этим говорить, так само как и в польских проблемах, и о том, что поляки делали плохо, и люди говорят, и книжки пишут, историки хорошо и настоящие делают. Некоторые врут немножко, но всегда так будет. Я очень боюсь реакции в первое сентябра. Все знаем теперь, что не будет российской делегации в Польше. Но 8 мая будет 75-го годовщина освобождения Auschwitz в январе. Будет российская делегация. Надо узнать, что нас соединяет, а что никогда нас соединять не будут. И не надо, чтобы все нас соединяло, и чтобы мы имели совместное мнение на все проблемы. Это демократия и это свобода. Вы сказали о том, что кино должно сближать народы, и это гораздо лучше оно делает, чем любые политики. Я хочу от этой фразы оттолкнуться. Я очень много, как историк, профессиональный преподаватель истории, так получилось. Я смотрю кино разных стран. Очень много смотрел польского кино о Второй мировой войне после 90-го года, после смены политической власти. на фестивалях Висла. На каждом фестивале Висла 4-5 фильмов о Второй мировой войне каждый год. Это устойчивая тенденция. Я обратил внимание на поразительную картину. Но в той армии, которая пришла в 1944-1945 году в Польше были разные люди. Да, там, наверное, были какие-то насильники. Может быть. Может быть, были какие-то люди, которых озверили от войны и мстили людям, которые жили благополучно, тем немцам, которые жили в Польше, дворянство, там, жгли костел и убивали священников, насиловали монахинь. Но все-таки основная ведь масса этой армии, мой дед погиб за Польшу и лежит подлюбленным, да, она же была другой. Тогда почему польское кино за эти 30 лет после 90-го года не научилось показывать разных советских солдат. Почему из фильма в фильм, какой бы он ни был, три часа, два часа, огромный, небольшой, но неизменно советская армия, которая приходит в Польшу не в 39-м году, хочу обратить внимание, это другая тема. А именно в 44-м, как армия-освободительница на тот момент показана с одной единственной стороны, немцы показаны в польских фильмах гораздо лучше. В польских фильмах последних 30-ти лет немцы показаны более благородно и более культурно немецкие оккупанты, ну, кроме лагерей о Холокосте, кроме фильмов. А вот именно по отношению к полякам, не к евреям, а к полякам, немцы показаны гораздо лучше, чем Красная Армия. 30 лет это продолжается непрерывно. Какое же тогда может быть воспитание, если выросло уже столько поколений, 30 лет это сколько поколений? Одно. Нет. Это как минимум два, а то и третье уже растет, которые, смотря все эти бесконечные, причем большие блокбастеры и дорогие исторические фильмы, видят непрерывных советских солдат, которые вдесятером насилуют одну польскую девочку, которые жгут замки, которые грабят, которые ругаются матом, а мат идет открыто с экрана, да, которые непрерывно пьют водку и уничтожают все ценное европейское, что есть на своем пути. Какое? Орда варваров с Востока. Какое, может быть, нормальное отношение между Польшей и Россией? О чем мы тогда говорим? Так это кино перебивает все, что говорят политики намного и формирует эту самую. А если еще добавить к этому ту же самую, о чем вы упомянули фильмы о гражданской войне и о войне двадцатого года, ту же Варшавскую битву, то это получается просто гремучий котел, из которого выхода нет никакого. Спасибо большое за этот... Но в таком количестве, в таком огромном количестве... Граждане, спасибо большое за этот вопрос. По-моему, знаете, это реакция. Не так много этих фильмов, где только негативный образ советской армии. Но вы говорили про 30 лет, про генерацию. Это реакция. До 89-го года было 45 лет, через которые советский солдат был только освободителем и идеальным ангелом, который приходил из Востока, чтобы нас освободить. И это была реакция сначала. потому что много историй про плохие части советского освобождения никогда людей не говорили до 89-го года. Это реакция. В первом. Но реакция всегда это проблема. 39-й год это один проблем, 44-й и 45-й это дело другое. Я сказал вам тоже, что бы не было никаких проблем с тем, чтобы хорошо говорить про освободительную армию, если бы эта освободительная армия ушла после освобождения. То есть и проблема великих российских полководцев. В Польше все бы любили Константиновича Рокоссовского, если бы он потом не остался полским министром народной обороны. Это всегда реакция. Но по-моему нет, не есть так плохо с тем, что мы знаем о солдатах Красной Армии, что были разные солдаты, что советские люди это не только темные люди, которые приходят из Востока, что а это дело другое. Не, не есть так плохо, как вы думаете. Может не смотрели вы всех фильмов. Обменяемся контактами. Могу вам посласть немножко, где советы совсем другие. Самый настоящий пример это самый известный полский исторический фильм Каты Анджея Вайды, где есть самый героический человек, по-моему, солдат Еленка Удис, я никогда не узнал, офицер, который поддерживает эту полскую семью. Кармаш, великий актер. И это зависит от памяти. Мы тут немножко говорили про тему Холоковства. Много прадеды. миллионы, которые здесь погибнули. Про все истории. поляков, которые были в Советской Красной Армии. Это было много генералов. Людей, которые могли быть убитыми 3-4 года раньше во время польской операции. То, что Рокоссовского не убили, это чудеса. Вам надо нам о том говорить. Вам надо тоже тут в России больше знать про Польшу. И почему есть такой темный доклад российской версии истории. Почему? По-моему, нет шанса на то, чтобы все поляки узнали Красную Арму за освободительную. Но есть шанса, чтобы мы узнали, что вы лучше, чем немцы. Это, по-моему, нет проблемы. Но никогда этот образ, который есть тут в Советском Союзе, не будет тоже и польским образом. Как это сделать? Как это вы делаете в России? Когда уезжаете, надо посесть немножко, подумать, узнать, что я больше говорить в следующий раз, в третий раз, в четвертый раз. И это будет работать. А здесь общество memorial, которое соединяет поляков и Россию, потому что сталинские репрессии это совместная традиция. Мы живем в Москве, в городе, в котором строило много людей из Польши, польских дворян, евреев из бывшей Речи Посполитии, которые потом стали русскими евреями. О этом можно говорить. Когда невозможно договориться по тему Второй мировой войны, можно договариваться по другим темам. И это наш проблем, это наше решение, что мы говорим, о чем мы начинаем говорить. Снимаются ли в Польше фильмы, посвященные восстанию 1830 года? Назовите эти фильмы, чтобы их можно было посмотреть. Немного. По-моему, это плохо. Потому что польские восстания это самый интересный исторический момент нашей истории. Тоже и для нас совместен. По-моему, самым лучшим историческим фильмом polskих 90-х годов, когда мастер Вайда говорил, чтобы не заниматься историей, был фильм «Эскадрон» Юлиуса Махульского, швадрон по-польски. Очень красивый фильм, потому что там самый настоящий человек, это русский дворянин, который как по-русски охотник, охотник то мысливый, ale доброволец. Пошел как доброволец в 60-х годах, чтобы уничтожить этих польских бунтовщиков, а он потом становится великим настоящим человеком, а самый плохой это польский дворянин, который поддерживает польского царя и императора Александра II. Значит, у нас такие фильмы, которые доказывают, что польско-российские отношения это не черные, белые, но только и другие цвета. Но никогда не будет так, что людей будут заниматься поровнее всеми частями истории. Завтра будет так, что будет больше фильмов о 1944 году или 1920 году. Это залежит не только от государства и от пропаганды, тоже и от того, что сидят в уме в голове артистов. Это в Польше 19 19 век в Польше. Это как у вас. Но большинство этого века мы прожили вместе. Это окрас, когда польская литература это самое искусство в мире, так как ваше искусство. Варшава это третий город империи. Не Киев, не Одесса. Нам надо больше интересоваться этим. Но не все может начинать Польша. Надо бы тоже, чтобы и вы сделали больше. Поэтому может какой-то сериал про Мицкевича и Пушкина. А либо снять какой-то фильм, когда Глинка проживал в русский химн 19-х годов в Польше в архиве. И другие темы. Например, был такой российский офицер, тоже доброволец, господин Крупский. Потом родилась такая маленькая дочка его, Надежда. И он тоже не хотел стрелять до Поляков во время Норского повстания. Тоже можно это сделать. Как это было по-Полску то есть славянский спор домовый. Пушкин говорил, написал это. Всегда будет так, что будем кучить, будем кучить, будем кучили, будем ругаться, но не совсем. По-моему, надо не ругаться весь целое время. Надо оставить немного времени на лучшие элементы нашей совместной истории. На польский Петербург, на этих поляков, которые уехали в Россию, не потому, что их послал царь-батюшка на Сибирь или другие места, но потому, что Россия это великая страна, где можно хорошо жить. И на этих русских, которые остались в Польше и в XX веке много польских писателей и их русские жены. Это и написано. Не было бы Гаучинского и его стихов без российской жены. Только это надо знать. А кино это начало. Людей никогда не читают больших исторических книг. Ну, некоторые читают профессора. Но чтобы начали интересоваться историей, надо им сделать хорошие кинофильмы, может такие билетические книжки. Это задача артистов, а нам возможно инспировать. Как удобно. А шел ли в прокате остро-сатирический английский фильм «Смерть Сталина»? Если шел, пользуется ли он популярность? Да. Шел и по кинотеатрах. И был очень популярным фильмом, но знаете, в Польше уж теперь возможно улыбаться по историческим темам. Это доказала такая комедия о Хитлеру, которая была 5-6 лет тому назад. На смерть Сталина пошло в польский кинотеатр 2 миллиона людей. Это очень большая ... Но знаете, я историк, мне этот фильм очень нравился, но когда ты его смотришь в английской версии, это только простая комедия с Монти Пайтон и другие, например, очень смешная, потому что все члены политбюро говорят английским хакнеем из восточного Лондона. Это штука, по-моему. Всегда победит Хрущев, никогда не победит Берия. И всегда после диктатуры приходит такой Хрущев, который всегда думает, что никогда не победит. У вас тоже есть такой Хрущев. Очень хороший фильм. Но может быть так у вас в России, что вы еще не готовы, чтобы улыбаться. Знаете, Россия это страна, где этот человек убил сколько миллионов. Никогда не узнаем, сколько миллионов людей убил. А с другого боку это человек, который победил Гитлера. Когда я был первый раз тут в Мемориале 7 лет тому, 7 годов тому назад. Да, 7 я смотрел много таких артефактов, которые тут лежат, которые сделали нормальные советские люди, которые хотели только нормально жить. И это всегда будет ваша проблема, что сделать за Сталином. И я желаю, чтобы в России, в Украине, в Беларуси, в других советских странах, и в таких странах, как Польша, которые меньше были уничтожены Сталином, но тоже и были. Мы уничтожили этот проблем до сотней годовщины смерти генералисы Муса Иосифа Висерновича Сталина. И потом, чтобы он стался историческим артефактом, где можно улыбаться, как королевой Виктории, Нельсону и Джингисгану. Может, это и будет так. Сколько еще? Еще одна генерация, две генерации, как вы говорили. Верив в то, что наша молодежь может что-то изменить, я тоже учитель, тоже историк, и хочу сказать, что молодое поколение уже вовсю смеется над фильмом «Смерть Сталина», и совершенно спокойно это делает. Мало того, они готовы разговаривать, например, моя выпускница, ее любимый герой, это Тедеуш Костюшко, просто любовь всей жизни, и Адам Черториский, который был и российским министром, и участником польского восстания, это тоже человек, который мог быть связующей фигурой, если снимать про это фильмы, например. У меня можно сразу три вопроса, постараюсь быстро, потому что я понимаю, что уже время. Один вопрос про скорее он из детства и ностальгический, когда мы были подростками, каждое лето мы смотрели фильм «Четыре танкиста и собака», он был популярнее, чем российские военные фильмы у подростков, все девочки были влюблены в Янока, вот, мне хотелось спросить, так ли он был популярен в Польше, как у нас? Больше. Больше, но это было безумие какое-то, мы смотрели его бесконечное количество раз, мы его цитировали. Где были организованы встречи с актерами на стадионах в Польше? Так много людей приходило к ним. Понятно, то есть это было обоюдно, да, у нас тоже очень любили. Потом хотел спросить, как вы относитесь к фильму Германа «Проверка на дорогах», вы его не упомянули, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, который тоже входит в это число фильмов, он, по-моему, взял берлинский, если я не помню, в фестивале, если... Венец. А, Венец, венецианский, ага, да, значит, ошиблась. Вот, и третий вопрос, вы не стали говорить про американские военные фильмы, и я понимаю, что это не ваша тема, но хотя бы, может быть, ваши любимые, удачно сделанные военные фильмы американские. Американцы, как британцы, «Наватисты делают плохо», это хорошие фильмы. У меня самый любимый американский исторический фильм сделан про Вторую мировую войну, это «Паттон» Франклина Шафнера, потом это самый настоящий биографический фильм, настоящий тоже и по историческим делам. Можно сделать хороший фильм, где артисты не уничтожают правды, где можно все доказать, где можно сказать, что это герой, но и доказать, что это не совсем хороший человек. Моя мечта, чтобы у вас сделали такой настоящий фильм про Жукова, самого контроверсийного российского полководца, потому что, например, есть такой телевизионный сериал, у вас было много таких исторических сериалов Фурцева, Брежнев, самый лучший, потому что Леонид Ильич Брежнев это самый настоящий первый секретарь, как человек. А для нас, знаете, такая идеализация большая Георгия Константиновича, да, это был, ну, знаете, как поляк, я поддерживаю, мой самый любимый полководец вашей страны, это Константин, Константин Вычеркосовский, но поэтому Жуков это не мой идоно. Надо бы сделать такой фильм, который доказал Жукова, когда он не был этим хорошим человеком. Потом в этом это жертва по большинству Хрущева и потом Брежнева. Это так не совсем было. Это интересный человек. Ну, посмотрим. А американский кино я не говорил, потому что все знают американское кино. И все будут всегда говорить про американское кино и все будут знать Вторую мировую войну в большинстве, как американцы бы хотели об этой войне говорить. А надо бы так, чтобы немножко вошли в этот дискурс эти, которые были большими жертвами этой войны. Лучше, чтобы американцы делали фильмы про Вторую мировую войну и Вьетнамскую войну и Корейскую войну, потому что это значит, что у них не больше войнов, о которых могут снимать фильмы. И тоже, когда поляки и русские снимают фильмы о Второй мировой войне, это значит, что у них не было большой войны, чем это. О, я еще сказал. Я вам сказал, и вы так смотрели на меня. Да, Бондарчук про Афганистан это был самый популярный российский исторический фильм, да, потому что в Польше тема Афганистана всегда интересная. Когда этот фильм был по кинотеатрах, это 2005-06 год, мы участвовали как часть американской коалиции в Афганистане и в Ираке. И было много полских солдатов в Афганистане тоже, знаете, поэтому это как можно проиграть войну в Афганистане. Самым популярным польским военным фильмом, снятым три года тому назад, есть фильм о поляках, которые воевали в Афганистане 10 лет 10 лет тому назад. Это значит, что приходят новые фильмы, новые истории, новые дела. Но я жду на великую, великий телевиденный сериал, снят Netflix, про Александра Чарторыского и императрицу, императора, чтобы все знали, каких министров иностранных дел дала Польша России. Может, это будет интереснее, чем Тудоры и другие. А может, и сериал про нашего короля и императрицу. Потому что всегда, когда эти американцы снимают много сериалов про Екатерину Великую, я поляк, Екатерину Вторую, там есть Ерлов и Потемкин и этот бедной Петр Теретий никогда самого настоящего и культурного любителя императрицы, короля Польши. Надо это сделать. Это была очень короткая любовь, но в фильме это можно сделать по-большему. А может, боже ты мой, может и польская компродукция Бориса Годунова. Много настоящих актрисов, которые могут проиграть Марину. И что дальше, и что дальше, и что дальше. Надо сделать самую известную настоящую польку в России Эдиту Пьеху. Да, почему нет? Почему нет? Почему нет? Как теперь не веселиться, как некоторые говорят? полька играла? Вот, да. И полька играла? Не все поддержали в России. Матальда Кшишинска. Но не была первой польской императрицы. Кто еще? Мы из Польши ушли, а американцы остаются и в Германии, и в Японии. Может, пора уже тоже? Но знаете, разница такая, что мы их пригласили, но а вас нет. Но что будет, посмотрим. Сегодня говорим о искусстве. Польша сейчас достаточно самостоятельная страна, сосед, и сосед неплохой нам. Что сейчас все-таки мешает, я не очень понимаю, мешает нормальное установить отношения? На ваш взгляд, какие пункты позиции? По-моему, это недостаток, доверяйте во все, что говорите в телевидении. Мы не доверяем, поэтому вас спрашивают. Нет, нет. Как бы это сказать, у нас не имеют больших проблем в отношениях с соседами, потому что экономика всегда делает хорошо. Например, всеми соседами из Евросоюза. Тоже из Украины экономика работает. Все, у нас теперь миллион украинцев, которые приехали, останут, не знаю. Но всегда знаете таких которые живут в центральной восточной Европе проблемы с историей. Все конфликты, которые имеют исторические конфликты. Это не только проблем большей России. Это тоже проблем большей Украины. Это проблем Венгрии и Словации. Венгрии и Румунии. Только теперь о том люди больше говорят. Это было всегда так, что все друг другу не доверяли. Но эта политика единания, которая была в 90-х годах, о Нормандии, которой вы говорили, есть одна правда, вторая правда, третья правда, все однако. Теперь для людей в большинстве их правда сама настоящая. И так будет немножко лет. Но это не означает войны. неизбежит, 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 неизбежит. Продолжение следует...